Слава Богу! Я хотел бы сегодня проповедовать о покое. Мы знаем, что Господь на седьмой день успокоился от всех дней своих. Я буду в основном читать из послания евреям. Бог дал обетование евреям вести их в покой. Ну, как бы покой это противоположность чему? Противоположность тревогам всяким, страхам всяким, да? Значит, чтобы была такая необходимость, и Бог клялся и пообещал, что Он это сделает. Значит, для этого была необходимость. Мы помним, евреи, они были в рабстве, да? Когда, ну, так читаешь, это была, ну, как говорят, ад на земле, да? Фактически. Не буду... Это не я. Ни будучности, ни надежды, да? Сплошное мучение. Мы думаем, что мы тяжело работаем. Ну, я так не думаю. Ну, вообще, некоторые так думают, что тяжело работаем, да? Ну, даже по сравнению взять сто лет назад, как люди работали, это не сравнить. А тем более, как евреи работали в Египте, да? Ну, наверное, не круглые сутки, но я думаю, они часов по 14, по 16 работали. И это была тяжелая работа. И кроме того, что это была работа, это были сплошные унижения. Потом ихних детей просто брали и убивали. Дети, по идее, на земле, все, что самое ценное есть, это наши дети. Ничего ценнее нету. Ради здоровья детей мы готовы на все. Мы готовы свое здоровье отдать. Мы знаем много таких случаев. И я думаю, что каждая мама, каждый отец, он готов проявить, сделать такие действия, чтобы только, чтобы ребенку было хорошо. Дети, для чего вы думаете, ваши родители вообще вот работают, на работу идут, стараются заработать, да? Для чего? Как вы думаете? Чтобы вам было хорошо, правильно? Дети чем-то заняты, у них поважнее дела есть, да? Да, Сэм? Ну, это Филипп, показалось. Это все делается для того, чтобы нашим детям было хорошо. Для чего там дома такие строим, машины какие-то покупаем, игрушки, да, там. Ну, может, и себе тоже какие-то игрушки, но и чтобы детям было вместе весело, да? Все это самое ценное, что у нас есть, это наши дети. Может быть, мы подчас этого, как бы, ну, принимаем задолженное, что наши дети должны быть здоровые. У меня никогда в жизни еще ребенок не болел серьезной болезнью. Но я знаю, что есть семьи, где это случается, и вполне возможно, что-то вот у брата нашего произошло. Это, ну, трагедия. Слава Богу, что Бог сохранил жизнь, и мы будем молиться, чтобы он выздоровел, чтобы он мог нормально дальше продолжать жизнь. Но это все в руке Божией, Бог это все может допускать. И когда Христа спрашивали, вернее, как Христос говорил, вы думаете, что эти люди, на которых упала башня, они были грешнее всех? Нет. Но если не покаетесь, все погибнете. Мы ничем не лучше всех остынных людей, если нас это обходит, как вроде, стороною. Это только по милости Божией, это милость Божия над нами. Но я не к этому. Я к тому, что была у этих людей необходимость войти в покой. Очень резкая такая нужда. Вопрос жизни и смерти даже, в принципе. Давайте почитаем, что произошло с этими людьми. Они вышли. Бог явил много чудес, знамений. Это было необычное время. Такого времени больше потом не было. Они вышли, и Бог подвел их к обитово на земле. Вот река. Они послали соглядататаев. Пойдите, посмотрите. Соглядатые вернулись и говорят, да, точно так, как говорил Господь. Да, там так и есть. Там хорошо. Там все, там течет молоко и мед или как там. Ну, это прообразно. Но, в общем, там очень хорошо. Принесли плоды, доказательства. Все. Это будет супер. Это как раз хорошо. Но мы туда не войдем. На чем основывались эти люди, когда они решили, что они туда не войдут? Мы знаем, что про Исаава Библия говорит, вот по-русски я точно не помню. По-английски написано Godless, безбожный Исаав. Когда он отрекся от своего первородства, Писание говорит, вы не будьте так. И там вот, я не помню точно, как по-русски, но по-английски там говорится Godless. То есть без Бога. Он не знал Бога. И эти люди, когда они пришли в ту землю, они вернулись, они как вроде бы и не видели этих знамений. Они не видели этих чудес. Они как вроде и не знали, кто такой Бог. Бог им показывал, доказывал. Он им открывал воду в пустыне, из камня шла вода. Падала манна на землю. А они, нет, мы не сможем. Наш Бог бессилен. Какой-то парадокс получается, но они так сделали. Здесь евреям, 3 глава, 7 стишка. Дух Святой, я думаю, это апостол Павел писал, скорее всего. Он обращается к ним, к нам и говорит. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Поэтому я вознегоновал наонный рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. И поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вы, вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Все, что Бог делает, оно сделано с определенной целью. Просто так ничего не бывает. Каждая вещь, которую мы видим на земле, даже эти звезды, которые от них не тепла вроде, не света, но Бог их поставил, для них определенное предназначение. Ничего просто так не бывает. У Бога все имеет определенный смысл. Бог, написано, что они оставлены нам в пример, нам, достигших последних веков, да. Это все было происходило нам, чтобы мы могли научаться. Это все Бог сделал для того, чтобы завершить план спасения своего. Это все было сделано для того, чтобы мы стали, приобщились к Христу. Чтобы мы стали частью этого плана. Это все было сделано, несомненно, это все было сделано для тебя и для каждого из нас. И для этого Бог, смотрите, ну, в Писании написано, что ради себя, ради себя самого, Бог говорит, я вот это делаю. Ну, что Бог не мог их взять и завести туда, в эту землю? Сам, ради себя, чтобы не было поношения. Он этого не сделал. Написано, они были испытаны, мы только что читали, искушаемы, они были испытаны. Мы читаем во Второзаконии, по-моему, во второй главе, вторым стишком, Бог говорит, что я водил вас 40 лет и испытывал вас, чтобы узнать, что в сердце твоем, да? Ну, Бог знает, что в сердце каждого из нас. Но чтобы это стало evident, да? Чтобы это обнаружилось. Чтобы мы сами увидели, что в нашем сердце. Мы подчас точно не знаем, как мы отреагируем в той или иной ситуации. Мы не можем до точности знать. Мы можем предполагать, что в этот момент я сделаю так и так. И за чужих людей легко решать, говорит, вот тоже мне. Почему он так делает? Но ты не знаешь, когда придет в твоей жизни подобная ситуация. Сможешь ли ты поступить правильно? Сможешь ли ты сделать правильный поступок? Мы замечаем, что некоторые люди, вот мы, один из примеров Писания, Ильи, да, священник. Вот он своим детям, ну, не запрещал. Я не знаю, насколько он... Я не думаю, что он совсем ничего не делал. Я думаю, что все равно же он что-то им говорил. Мы смотрим и думаем, вот тоже мне родитель взял вот так вот, запустил это. Был священником, слышал Бога. И что, не знал, что из этого получится? И оба сына его погибли. Погибли. Нам вроде бы как-то кажется со стороны, ну, почему этот человек так делает? Ну, неправильно он живет. И чужие грехи или чужие недостатки, они так хорошо заметны. И вот заметьте, что Христос, когда привел он этот пример, Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А вот в своем глазе... Почему Христос не сказал... Ну, сучок это вот что-то маленькое, да? Ну, почему он не сказал, а вот в твоем глазе, там, ну, ветвь не видишь, Ну, там, я не знаю, ну, дубы не бачишь, да, там, ну, что-нибудь такое. Бревно. Ну, бревно, в моем понятии, это вот такого размера, но оно явно больше глаза. Намного больше головы даже. Как оно туда помещается в глаз? Он хотел подчеркнуть абсурдность этого мышления. Что мы замечаем в каком-то маленький какой-то сучок щепку, А в своем глазе мы можем не замечать что-то большее. Ну, так устроен человеческое мышление. Мы как-то свойственны к своим детям снисходить. Ну, конечно, мы говорим о человеке, который не знает Бога. Если мы действительно ходим за Богом и стараемся исполнять волю Его, Мы не будем так поступать. Мы не будем своим детям покровительствовать, даже когда они неправы. Это неправильно. Правда есть правда. Неправда есть неправда. Мы, те, которые делаем правду, Но подсознательно мы все равно к своим детям мы больше расположены. И я думаю, что не то, что Бог с этим считается, Но это положение вещей до конца невозможно изменить. Невозможно. Ну, вот этих людей Бог испытывал. Испытывал. Нам как-то кажется, ну, вот они такие. Как это они так? Тут Бог такое с ними делал, а они тут... Ну, два из них же, вы помните? Иисус Навин и Халев. Они сказали, не, все, мы завоюем. Вот два человека, и мы думаем, мы тоже так же, как и они бы там стояли бы рядом с ними, И бы говорили, все, пошли. Кто его знает? Мы не можем точности знать, но даже не об этом речь. Бог это все допускал им. И почему Бог вовремя им воду не дал? Ну, мы своим детям, что мы ждем, когда они уже идут и изнемогают? Нет, мы же заранее. Попробуй моего Антошку вовремя не дал ему. Все, крик поднял. Сейчас уже может ходить, хватать за руку, подтаскивать. Давай, давай. Не успел... Кормишь его? Он еще покрикивает там, ты опаздываешь? Быстрее, быстрее. Ну, Бог же мог же, Он понимал, Он же мог заранее им дать, да? Мы стараемся... В России мы старались на зиму подготовиться, правильно? Подготовиться, закататься, все. Чтобы мы были подготовлены. А почему-то Бог этого не делал им. Потому что Он испытывал, что в сердце их. Ему нужно было знать, и чтобы они понимали, что в их сердце. Он хотел их ввести в настоящий покой. Он хотел их ввести в покой, где их сердце будет успокоено. Где их вера, она будет... Мы будем сейчас еще читать. Мы еще почитаем, да? Смотрите. Давайте я подальше прочитаю. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. На самом деле здесь является огромная опасность. Если мы не входим в покой, то Писание говорит, чтобы вам не отступить. Потому что эти люди, многие из них, они отступили от Бога. Те вещи, которые они делали и говорили, Бог их просто брал и поражал, истреблял. Земля открывалась, проваливались, да? Змеи жалили. Они просто все... Он их просто истреблял. Они отступили от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Здесь хочу сделать небольшую остановку. Обольстившись грехом, ожесточение приходит, когда мы обольщаемся грехом. Обольщение – это когда человек завлекается чем-то до такой степени, что его разум уже не способен отличать. Когда мы знаем, сейчас может такое, я не знаю, если происходит, не происходит, но у нас было там, люди говорили, впал в обольщение. Они вроде бы молились, собирались, но там какую-то хинею несли, какие-то пророчества, непонятно. Вообще то, что противорочит Библии. Выходили целой церковью за город, обливались медом, подушки разрывали, перьями себя покрывали. Мы полетим к Господу. Ну, явное обольщение. Но почему-то у них разум настолько замкнулся, затмелся. Они даже не видели, насколько это было нелепо, абсурдно, что это никакого отношения к Библии не имело. Они впали в обольщение, они не способны были уже мыслить и думать. Это все происходит, потому что люди обольщаются грехом. Каждый грех, он приводит в какую-то степень обольщения, какой бы он ни был. Маленький, незначительный, или всеми приняты, все, может быть, так делают. Но он рано или поздно у нас придет в такое состояние. Ибо мы сделались причастниками Христу. Мы сделались причастниками Христу. Вот этот вечерю, что мы совершаем, мы причащаемся, да, мы говорим. То есть мы соединяемся. Павел говорит, а соединяющийся с Господом, один дух с ним становится. Мы через это становимся одним с Господом. Через это, по идее, мы должны проникаться мышлением Божиим. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Это все входит в нас, оно начинает двигать нами, да. Ибо мы сделали с причастниками Христу. Если мы действительно становимся причастниками Христу, то то, что я читал выше, оно неприемлемо, оно не имеет нас, не должно иметь с нами места. Но дальше он говорит условие. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе, говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые слышавших возраптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против же кого клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Поэтому будем опасаться, что когда еще остается обетование в покой его, не оказался кто из вас опоздавших. Опоздавшим. Есть опасность, друзья, есть опасность для каждого из нас опойти, опоздать. Я хотел бы, чтобы мы сейчас во свете Бога проверили, вошли ли мы в этот покой. Вошли ли мы в этот покой, или мы еще опаздываем. Может, мы еще на пути. Нам нужно понять, нам нужно четко разобраться и понять, вошли ли мы в этот покой. Если мы не вошли, значит, Писание нас предупреждает и поощряет. Это обетование было для нас. Это то, для чего Христос пришел. И так как некем было большим кляться, он клялся самим собою. И будет в те дни, заключусь дома моим, новый завет. Это то, для чего Христос пришел. Если мы откладываем им еще это по какой-то причине, вы знаете, войти в покой его, это значит, войти в него полноценно. Это значит, когда мы не оставляем какую-то часть жизни для себя. в этой сфере мы еще как бы, ну, это вроде бы для нас, мы тут немножечко, я не знаю, ну, может, если не грешим, ну, то, по крайней мере, мы как бы немножечко, ну, так, без Бога чем-то занимаемся. Так, у нас свое здесь, мы как бы, может быть так, может быть еще у кого-то посерьезнее. Если мы не вошли в него, в этот покой, тогда Христос говорит, Павел говорил, Бог через него, да, мы здесь читали, что Бог не наказал, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. Мы становимся, мы находимся в положении непокорных. Если Бог дал для нас какое-то поручение, какую-то заповедь, и мы ее не выполнили или не выполняем, мы попадаем в категорию людей, которые непокорные. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Я думаю, что самая большая причина, почему мы не входим в покой, не потому, что мы не видим необходимости такой, не потому, что мы не видим, что оно для нас нужно, не потому, что даже, что мы этого не хотим, потому, что у нас нету вот такой веры. Они вошли за неверие. Они не могли поверить, и мы часто, и у меня было на протяжении моей жидкой жизни были такие моменты, когда я думал сам себе, к примеру, когда я хотел, чтобы Бог крестил меня Духом Святым, да, я хотел, да, у меня было желание, я понимал, что это необходимо мне, я молился, Бог не крестил, и через какое-то время ко мне даже вошли такие мысли, я думал, Бог крестит его, его, но не меня, ко мне пришло вот это неверие, да, и я думал, что это не произойдет, он сможет быть долготерпеливым, ну, ему характер позволяет, ну, Серега, он такой, easy going, да, person, поэтому он вроде бы, ну, у него получится, я такой энергичный, я такой вспыльчивый, мне тяжелее, и, наверное, все-таки Бог понимает это, он считается с этим, поэтому ко мне немножечко может быть стандарты чуть-чуть пониже, чем для него, разные могут быть причины, почему мы все-таки не входим в этот покой, но я думаю, самое главное, это то, что мы, может быть, не верим, что это для нас, или же то, что окружает нас, оно для нас более актуально, оно для нас более актуально, оно нас больше завлекает, захватывает, а это оно как бы отходит на второй план, я вам честно скажу про себя, у меня бывали такие мысли, вот я думал, вот об этом вопросе, прямо серьезно порассуждать, такое было желание, потом еще одно есть написание, о котором я хотел порассуждать, и познайте истину, и истина сделает вас свободными, не просто так, я вижу в этом какую-то такую большую глубину, которую, которую нужно потратить не один день, может быть, и неделю, и не один раз попаститься для того, чтобы понять полный смысл этого слова, но я как-то продолжаю откладывать, потому что есть другие дела, заботы, или еще что-то, и жизнь идет, и ты как-то откладываешь, откладываешь, и нету, как вроде бы, такого времени, чтобы разобраться, потому что этот вопрос, он не актуальный, то, что для меня актуально, и важно, на сегодняшний день, я этим занимаюсь, я нахожу время, я нахожу время, я выбираю время, я занимаюсь тем, что меня, по разным причинам, может быть, я думаю, что это остальное, оно на личное усмотрение каждому из нас, мы сами не сможем за другого человека разобраться, почему же он не вошел еще в покой, вот, и последнее, что я хотел бы теперь прочитать, это из пророка Аввакума, здесь есть одно местописание, которое, как бы, нам поможет понять, что такое находиться в покое, 3 глава, 16 стих, я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, я думаю, подобное, может быть, переживал Иов, да, когда он услышал, сыновья погибли, то все, мы сейчас слышим там в этом, во Флориде, что происходит, да, люди заранее это видят, что приближается, ну, кто поумнее, тот уезжает, да, чтобы не сталкиваться с этим, ну, или есть возможности, да, и здесь Аввакум пишет, что, ну, такое серьезное переживание, да, а я должен быть спокоен, в какое время, в день бедствия, в день бедствия, когда придет на народ грабитель его, когда они приходили, they were not nice, даже не как сейчас, может, они убивали, они рассекали беременных женщин, они брали детей, разбивали их об камни, а я должен быть спокоен, а я должен быть спокоен, почему Аввакум должен быть спокоен, он не говорит, что я могу быть спокоен, он говорит, что он должен быть спокоен, потому, что он знал Бога, На нем стояла печать Божья. Он не был просто так, он принадлежал Богу. Он слышал голос Божий, Бог его избрал. Он принадлежал народу Божьему. Если мы действительно знаем Бога, то ничего в этой жизни, и как дальше он пишет, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в законе и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Когда Павел и Сила, бывшие побитыми, униженными, незаконно, он был римским гражданином, мы говорим, мы американцы, да, у нас есть права, все. И тут вдруг нас унизили, что-то такое, их и побили, незаконно, должен быть, это было неслыханно в Римской империи, чтобы так поступали с римскими гражданами. Это ненормально. Но с ними так поступили. И они просто воспевали Господу. И произошло землетрясение. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Друзья, это обетование, оно осталось для нас. По сути, это то, для чего Христос пришел. Если мы находим себя, что мы не в покое, и нас что-то тревожит, что-то нас беспокоит, что-то вводит нас в состояние негодования, может быть, ропота, значит, мы еще не вошли в его покой. Нам нужно постараться, Павел говорит, постараться, приложить усилия, старания, не остаться равнодушным. Нам нужен этот покой, потому что, если мы не вошли в этот покой, и придет подобное, что произошло здесь, вакуум, говорит, происходило, мы опоздаем. Мы можем быть незащищенными. Мы открыты. We are exposed. Господь есть башня моя. Убегает в нее праведник, остается в безопасности. Если мы не вошли в этот покой, и нагрянуло бедствие, и мы не успели, мы пропали, друзья. Поэтому хотелось, чтобы сейчас мы помолились к Господу, обратились к Нему с этой молитвой, проверили себя, если мы еще не вошли в покой. Давайте мы постараемся. Давайте мы возьмемся за нашу веру, за наше упование, которое непоколебимо. Бог ничем больше не мог лясться. Он поклялся самим собою. Для чего? Для того, чтобы Его обещание, оно было непреложным. Мы можем иметь твердое упование на это. Так, как Он сказал, оно и будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!